Продолжаются отчетные встречи Акима города Актубе Ильяса Испанова с населением. Градоначальник сегодня встретился с жителями Каргалинского сельского округа. Выступлению Акима города предшествовал отчет Акима Каргалинского сельского округа Алмаза Лимбаева о показателях веренной ему территории за минувший год. Каргалинский сельский округ был образован в 1997 году на базе расформированного Актюбинского района. В состав округа входят населенные пункты Каргалинска, Магаджан и Акжар. А численность населения превышает 21,5 тысячи человек. В сельском округе активно развивается сфера предпринимательства. Действуют 74 объекта торговли и 56 объектов бытового обслуживания. Все это решает проблему занятости насилия. 11 человек подали документы на получение микрокредитов. Из них 8 человек получили кредиты на развитие бизнеса, разведение КРС и МРС, услуги спецтехники, открытие сварочного цеха, цеха по выпуску газоблока, цеха по пошиву национальных принадлежностей, открытию общественной бани. В текущем году открыто 12 объектов предпринимательства. С открытием новых объектов предпринимательства создано 57 новых рабочих мест в сфере бытового обслуживания. А вот таким у города Ильяс Испанов рассказал о положительном развитии областного центра за отчетный период. Укрепляется сотрудничество с инвесторами, проведены объемные работы по ремонту и реконструкции инженерных сетей, дорог. Работы по замене дорожного полотна проведены в 4 раза больше, чем в 2015 году. На эти цели потрачено 3 миллиарда 100 миллионов тенге. Еще 26 улиц отремонтируют в 2017 году. Решается вопрос и со строительством жилья по всем формам собственности. Ввод жилья за счет всех форм собственности составляет 478 миллиардов тенге и рост составляет 116. Мы строительство жилья в основном идет по государственным программам Нурло-Жол. И эти проекты были одобрены правительством и главой государства для того, чтобы в период кризиса строительная отрасль, наоборот, поднимался и тем самым обеспечивая жилье населения. В свою очередь жители сельского округа поделились своими достижениями и проблемами. К примеру, в селе Акжар было проведено освещение улиц. Эту же проблему решили в селе Каргалинское. В прошлом году у нас открыли прекрасную детскую площадку и для маленьких детей, и для подростков, где можно заниматься спортом, там тренажеры есть, и дети подросткового возраста, и маленькие дети на горках катаются. То есть детям уже есть, где провести свое свободное время. Но также, конечно же, с пользой для своего здоровья. Но хочу еще отметить, что очень хорошо, что у нас сделали пешеходные дорожки, потому что уже не идешь по улице, по дороге, а идешь по чистым тротуарам. Следующая отчетная встреча городоначальника с населением состоится 25 января в Доме культуры села Кураили.